Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! И так, наверное, всегда приятнее работать. Хочется, хотелось бы вас тоже всегда видеть, кто со мной вместе на нашей встрече. Коллеги, есть один очень такой важный момент, о котором сегодня нужно напомнить, о том, что мы сделали определенную, скажем так, статистику и просмотр наших партнеров. Кстати, дополнительно были ситуации, которые создавали конфликтные моменты, поэтому компания обратила очень серьезное внимание на это. И у нас основное правило, то есть подтверждаем правило, это один кабинет у каждого партнера. Вроде логично, с другой стороны, нужно об этом напоминать, потому что понятно, мы работаем в проекте нашем, используя элементы сетевого маркетинга. И знаем, что во многих других компаниях есть другое мнение, есть другие маркетинг-планы и есть другое отношение по поводу своего места в системе, в структуре. Поэтому будем рассматривать именно нашу модель и будем, как говорится, понимать ситуацию и правильно действовать. Поэтому просьба у всех еще раз пересмотреть свои личные ситуации, пересмотреть ситуацию в структуре, сделать определенные выводы и действовать так, чтобы было комфортно, удобно. И прочитайте, пожалуйста, это 5 мая, от компании есть официальное сообщение, но кроме этого делаю акцент. Да, что очень важно, с новыми партнерами, потому что сейчас у нас еще очень активный период привлечения новых партнеров. Сегодня буду рассказывать о том, где у нас, как говорится, основной ключевой момент, очень позитивный момент, почему сегодня надо на это обратить внимание, и будут приходить очень много новых людей. Если смотреть по регистрациям, у нас очень большое количество регистраций ежедневно. Это говорит о том, что приходит много новых инвесторов, но из них очень большой процент – это новых партнеров. Новый партнер с первого дня должен влиться в наши условия. И это очень важный момент. Поэтому объясняем людям, может быть, сразу, и сами прошли свой опыт, теперь объясняем новичкам один кабинет в нашей системе. Ну и соблюдаем это правило. И я думаю, что, прочитав полностью информацию от компании, вам все будет ясно, почему это так. И вообще нет там никаких других вопросов. То есть у нас кабинет только для того, чтобы мы могли вести полноценную свою партнерскую работу, партнерское сотрудничество с компанией. И, кстати, до того момента, как вы становитесь партнером, как наш новый инвестор становится партнером, делается подписание, отмечаем свое согласие на партнерские условия и заключаем контракт с компанией. В контракте это описано. Так что, если не читали, можете прочитать и поймете, что ничего нового мы не придумали. Мы просто, увидев некоторые ситуации, сделали определенные выводы и действия. И просим вас соблюдать наши правила, условия, которые уже заранее обговорены в партнерском соглашении. И это является нашим документом, на основе которого мы ведем свои партнерские отношения. Идем дальше. У нас очень интересный момент. То есть мы в мае сейчас уже постепенно приближаемся к середине мая. И пару недель назад были уже вопросы, когда планируется переход на десятый этап. Когда мы слушаем и других моих коллег, и другие вебинары, постоянно этот вопрос является актуальным. И я сегодня тоже хочу обратить внимание именно на это. Мы готовимся к основному празднику, экофестивалю. Экофестиваль не зря у нас на фоне. 1 июля праздник технологии. 2 июля у нас праздничная, но рабочая встреча, наша конференция из Кавей Капитал. И эти оба дня, конечно, в праздничном настроении для всех, кто пребывает и кто своими глазами хочет увидеть и присутствовать на таком важном, одном из самых важных моментов всего проекта. Но приближаясь к этой дате, мы понимаем, к чему мы стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы больше, шире, дальше в мире о нас узнали, чтобы у нас больше новых партнеров и желающих приобретать и внедрять технологию. Больше таких желающих появилось. И, естественно, мы можем ожидать волну новых регистраций, волну новых инвестиций и вообще совершенно новый этап в развитии нашего проекта. И логично, что с этим следует и видение о том, что мы приближаемся к переходу на следующий этап. Поэтому в данный момент важно не дата перехода на десятый этап, а сам факт, что в принципе мы все должны быть к этому моменту готовы. То есть к этому готовится проект и компания, но к этому моменту должны готовиться и мы. И держать в своих планах, в голове, в действиях постоянно, как говорится, эту мысль о том, что мы готовимся к переходу к десятому этапу. И в этот момент о чем нужно думать? Нужно еще раз пересмотреть все те предложения, которые даются на девятом этапе. Спасибо, Александр, за длинное письмо. Сейчас пока с вами общаюсь, сразу не прочитаю, но обязательно просмотрю и обсудим и вашу информацию. Чуть-чуть позже. Хорошо? Хорошо? Потому что буквально в виде письма сложно сразу включиться. То есть мы рассмотрим ваш вопрос, но акцент сделаем на переход и на то, что делать перед переходом. Как всегда, делаем анализ. Во-первых, есть ли у нас план в свой личный желаемый портфель? К чему мы еще стремимся? Составили мы график, как к этому плану прийти. Если бы не было смены дисконта, мы бы действовали наверняка по-другому. Если мы сейчас имеем информацию, что смена этапа и соответствующая дисконта приближается, как мы можем это оставшееся время использовать себе в благо, себе на пользу? И я думаю, что десятый этап, он придет с очень многими изменениями. И девятый дает очень много плюсов, которых нельзя пропустить. Я их сегодня быстро еще раз напомню. Не всех, потому что если говорить только о наших плюсах, которые включены в маркетинг-плане, то мы можем больше часа разговаривать только об этом. Я надеюсь, что вы все знаете наш план. Но основные, первый момент, что мы делаем сейчас перед именно праздником, перед экофестом, это наш эко-сад. Не забудьте про то, что мы все, как партнеры, как инвесторы, очень много людей, имеет это как дополнительную мотивацию и желание участвовать в этом. То есть мы строим, не строим, а есть возможность у нас посадить наш эко-сад. И программы, которые дают нам возможность приобретения саженца, они очень выгодны. Поэтому это является одним из плюсов девятого этапа. До экофестиваля у нас шикарное предложение инвестиций на 600 и на 1000 долларов. Второй момент, который нельзя пропустить, это памятная монета. Еще раз напоминаю о том, что памятные монеты будут вручаться именно на экофестивале. И для многих людей это важное событие, важная дополнительная мотивация. Работайте с этим и используйте этот инструмент в этот период. Также для партнеров. Не забудьте о том, что у нас до сих пор в девятом этапе работают программы с бонусного счета. Это программы, которые не всем инвесторам, а именно партнерам. И партнеры имеют возможность инвестировать с дополнительным, с повышенным дисконтом. Просмотрите еще раз, сделайте расчет и сделайте себе свой план, свои отметки. Желаете ли вы участвовать в этих программах, что вам для этого необходимо. Или накопить, или еще, как говорится, немножко посуетиться для того, чтобы улучшить свой доход. И выбрать какую-то из этих программ. Мы знаем, что некоторые из этих программ являются очень-очень выгодными, очень хорошими условиями. Эти все условия только на девятом этапе. Следующий плюс, который не пропускайте, это детские программы. Как с самого начала мы это говорили, в детских программах особенный алгоритм и особенный дисконт. Они действительно очень привлекательные. И я хочу сделать акцент на программу студент. 150 долларов ежемесячной инвестиции. У кого есть свои дети, внуки любого возраста с нуля до 18 лет. Пожалуйста, не пропустите этот огромный плюс. Ну и самый-самый шикарный плюс, который сегодня хочется отметить, и на котором мы немножко остановимся больше, это акционный счет. Помните, когда мы переходили с восьмого на девятый этап, был вопрос, будет ли акционный счет работать, давать дополнительные доходы. И сразу было уже объявлено о том, что да, на девятом этапе еще у нас работает этот дополнительный момент, но со следующих этапов этой возможности может не быть. Давайте готовиться к этому. Акционный счет – это уникальная дополнительная возможность дополнительного заработка в виде приобретения и создания своего личного портфеля. И это является тем моментом, который, сейчас и просмотрим немножко, тем моментом, который очень сильно может сегодня еще быть дополнительной мотивацией для привлечения новых партнеров. Небольшой снимок с личного кабинета, если рассматривать акционный счет. Возвращаюсь к маркетинг-плану и напоминаю. По статусу «Лидер» акционный счет дает дополнительно 15%, по статусу «Мастер» 30% и по статусу «Эксперт» 40%. Сперва хочу сделать акцент на эти проценты. Именно разница между этими процентами 15, 30, 40 дает сильную мотивацию рассмотреть возможность повышения своего личного уровня. То есть первая задача, если кто-то из вас, как всегда, я предлагаю конспектировать, записывать какие-то некоторые моменты, которые мы обсуждаем, то первый пункт, который сегодня мы записываем, это мой следующий статус. Какие у вас возможности, какой срок, с какими дополнительными действиями вы можете быстро повысить свой статус. Я уже не говорю о процентуальном доходе в денежной форме, который меняется с каждым статусом. Сегодня акцент на акционный счет. Акционный счет – это дополнительный доход, который в таком виде, в принципе, не предлагает ни одна другая компания. Это уникальный бонус, это уникальный дополнительный доход. И я хотела бы вам напомнить, и кто не слышал, просто рассказать о том, что, используя этот инструмент, вы могли бы сегодня еще расширить свою личную команду. Именно обоснуя свое предложение, вступить в нашу программу, в нашу систему, стать нашим партнером. И причина, одна из причин. То есть те, кто полностью осознают проект и ценность личного портфеля, те понимают, что главная цель – это создание личного портфеля. Это наше очень скорое будущее. Но те, которые вначале, не до конца понимая проект, не до конца понимают стоимость, ценность акции, не до конца понимают величину личного портфеля, кто приходит просто на очередной маркетинг-план, кроме того, что здесь есть очень хорошие процентуальные доходы, выплаты, есть этот уникальный бонус. Вот, объясняя, скажем так, стоимость или уникальность этого бонуса, вы на сегодня можете еще привлекать новых партнеров в систему. И я вам бы это очень рекомендовала, обратить внимание именно на этот момент. Акционный счет и акционный бонус. И смотрите, акционный бонус дает свои дополнительные выплаты и доходы, начиная с позиции лидер. Поэтому мы возвращаемся к своей азбуке, к своим основам, о которых я вам часто напоминаю, что первая наша задача – каждого нового партнера и самим для себя поставить цель стать лидером. Как вы стали лидером, у вас начинается этот дополнительный доход. Если сегодня думать о быстрое, успешное, доходчивое, доходоприносящее построении такой системы, то привлекая новых людей, сразу мы говорим о том, что сегодня приходишь как партнер, как инвестор, но ставим цель, становимся лидером. И как это сделать, я надеюсь, что вы знаете, мы об этом говорим. Если нужно, буду вам помогать и напоминать. Но лидер 15%, мастер, переход на следующий этап уже 30%. Сегодня вопрос к вам. У нас небольшая группа. Из этой группы сколько людей, присутствующих, имеет лидер и выше позицию? Если можете, ответьте плюсиками, для того, чтобы понять. То есть лидер и выше. Все отвечают плюсиками. Те, кто не могут сегодня отметить плюсик, спасибо, уже вижу, идет обратная связь. Спасибо вам. Таким образом вступаем в диалог. Все, кто не могут себя сегодня подтвердить лидером, Друзья, будьте заинтересованы в этом. Откройте личный кабинет, прочитайте условия лидера, просмотрите свою ситуацию и поймите, чего вам для этого не хватает. И сделайте это. Сделайте ради этого уникального бонуса, акционный бонус. Я вам очень рекомендую. Второй шаг всем, кто поставили сегодня плюсик. Кто уже является лидером и в пути к мастеру. Та же самая задача. Рассмотрите свою ситуацию, сколько вам не хватает для мастера, потому что посмотрите удваивание и вашего собственного дополнительного дохода по этому бонусу. Лидер 15%, мастер 30%. Понимаете, где сила вашего успеха, почему нужно стремиться. То есть очень много дополнительных плюсов приходит, но 30% это двойной бонус, то есть по сравнению с лидером. Я отвечу на вопрос. Спасибо, что напоминаете. Мне вопрос поставлен в виде романа. Если вопрос был бы в виде предложений, то есть я прочитаю и озвучу вам. Постараюсь вам ответить. Давайте немножко пройдем по теме и потом пойдем по вопросам. Как всегда, я после вебинара остаюсь на несколько минут и отвечаю на все важные вопросы. То есть не будем разбегаться, останемся на 5 минут дольше и рассмотрим вопросы. Хорошо? Договорились. Теперь немножко снимите, как говорится, свой фокус на вопросы и возвращаемся к слайдам. С правой стороны, почему я открыла и снимок, всем как будто ясна, это зеленая таблица, но я хочу показать акценты и действительно силу этого бонуса. Не пропускайте его, у вас есть время. Мой основной месседж сегодня, что девятый этап вам дает эту возможность. Не важно, сколько вы успеете ею воспользоваться, важно, что вы поймете и сделаете что-то для себя, для своих партнеров. И самое интересное, что это все можно предложить и новым партнерам, новым инвесторам, которые только что с вами начнут сотрудничать и быть в одной команде. То есть я очень рекомендую показать именно этот момент, как быстро стать лидером для того, чтобы участвовать в этом бонусе. А у кого не хватает буквально одного последнего шага, небольшого хвостика для мастера, поймите сильные изменения, которые приходят со следующим статусом. То есть мастер для лидера уже является обязательным следующим шагом в позитивном смысле. Ну и я уже не говорю про экспертов, но у меня есть такое видение и понятие, что если вы стали мастером, то вы уже осознанно в этой системе, и вы будете делать все следующие шаги для того, чтобы за определенное время и выполнить условия по статусу эксперт. Поэтому все мастера стремиться к эксперту. Но так как сегодня мы идем по расчетам немножко, то важно рассмотреть все эти статусы. И вот внизу я предлагаю вам рассмотреть пример дополнительного дохода. То есть 500 долларовый пример я взяла. Для кого-то это много, для кого-то это мало. Давайте принять эту сумму как средний доход, потому что у нас очень много партнеров зарабатывает очень прилично в компании. Но новичкам всегда нужно показывать начальный путь. И кому-то даже 500 долларов кажется достаточно большим доходом. То есть 500 долларов я беру как пример, как ваш доход на бонусном счету. Не важно за какой период, у кого-то это за неделю, у кого-то за месяц, у кого-то за три месяца. Суть не в этом, суть в самом принципе. У вас заработаны 500 долларов на бонусном счету. И если у вас статус лидера и выше, вы начинаете участвовать в специальном акционном бонусе, который зачисляется на акционный счет. И вот расчет. По 500 долларов, по примеру, 15% это у вас дополнительно зачисляется 75 долларов. По статусу мастер это уже 150 долларов. И по статусу эксперт это 200 долларов. Даже здесь, если мы смотрим по долларовой сумме, вы видите разницу. То есть тот же самый доход, но совершенно другое процентуальное соотношение. И по зеленой таблице мы эти акционные доллары можем конвертировать на акции для своего личного портфеля. Таблица показывает, я взяла самый мелкий расчет, начиная с 60 долларов. Так как мы рассматриваем, что 15% нам дают 75 долларов. То есть эта сумма позволяет моментально уже конвертировать, использовать 60 долларов. Моя рекомендация, как всегда, эти акционные доллары мы накапливаем. Накапливаем какой-то определенный период для того, чтобы собрать побольше сумму и сделать более выгодную инвестицию. Но по нашему примеру, если мы ничего не накапливаем, но у нас уже на счету есть 75, 150 или 200 долларов, то смотря на эти акционные доллары, мы просто принимаем решение, на что мы можем их конвертировать. И идем по зеленой таблице. С правой стороны последняя колонка у меня долларовые цифры. То есть мы видим, что мы можем, если у нас только 15%, то мы можем выбрать пакет за 60 долларов. Если у нас 30%, мы можем выбрать пакет за 130 долларов. И если у нас 40%, мы выбираем портфель на 200 долларов. Что в результате получается? Дополнительно 2400 акций или 10400 акций или 17000 акций. Акции, как мы знаем, по номинальной стоимости 1 доллар, поэтому мы количество акций можем легко пересчитать в виде долларов и рассмотреть это как дополнительный доход. И вот здесь эти цифры говорят о чем? Вроде небольшой доход 500 долларов. Важно, какой у нас статус. И мы дополнительно получаем этот уникальный бонус, который дает людям возможность за короткое время очень серьезно увеличить свой личный портфель. Ну, мой пример очень маленький и очень средний. Те, кто идут уже по статусам мастер и дальше стремиться к эксперту или уже его достигли, очень четко понимают, что накапливая эти доходы, иногда удается накопить суммы, которые в зеленой таблице отражаются. То есть мы идем к 550, к 1000, к 2000, к 5000, кто-то на 3000 стремится. То есть даже тут мы строим свой план, куда мы стремимся, какую сумму набрать на своем акционном счету и по этой сумме конвертировать этот акционный бонус на количество акций. Но признайтесь, что получив 500 долларов как доход за активное участие в проекте, дополнительно, давайте берем средний из нашего расчета, иметь дополнительно 10 400 акций или долларов – это очень серьезное дополнение. И я всегда говорю, что ради этого бонуса стоит постараться, потому что он вам даст возможность шикарно расширить, увеличить ваш личный портфель. Ну и напоминаю, это супер-возможность, это уникальный дополнительный наш инструмент, рабочий инструмент, и с помощью этого рабочего инструмента мы можем активно развиваться в девятом этапе. Воспользуйтесь этим обязательно. Идем дальше. Если вопросы по акционному бонусу, то задаете прямо сейчас, коротко буду отвечать. Но идем дальше. И я напоминаю, что в прошлый раз я просила вас разобраться со своей структурой, понять, сколько партнеров у вас на разных уровнях, и немножко посмотреть, последить за тенденцией. Если у вас есть свои цифры, берите их рядышком теперь, и будем смотреть по вашим цифрам, следуя моему примеру. Пример хороший, пример, как говорится, мотивирующий и пример, в котором реально можно наблюдать такие интересные тенденции, которые нужно рассматривать, и нужно обратить внимание, и нужно с этим работать. И даже если у вас маленькие структуры, так как многие ответили, что даже не все ответили, это дает мне понятие, что не все стали лидерами, это говорит о том, что вы в начале своего развития. И тогда я предлагаю рассмотреть даже на мелких цифрах, но придержаться к этому принципу, о котором мы сегодня будем говорить. Вот, разберем структуру, которая развита уже в 8 уровнях, глубину 8 уровней. И посмотрим, какая у нас тенденция, сколько участников на каждом уровне. Если сложить вместе вот все эти пункты, то вы поймете, что одно дополняет другого. Мы только что говорили про акционный бонус, теперь мы будем говорить про дубликацию самого себя, про развитие своей личной команды и своей структуры. И этим сразу развивается ваш доход. Из дохода, из-за развития структуры и увеличения объемов и ваших доходов, вы меняете свой статус. Меняя статус, вы получаете или начинаете получать, или улучшаете условия получения акционного бонуса. Понимаете, вся система, как говорится, один элемент поддерживает всех других элементов. И везде вы сразу чувствуете плюсы именно по своему развитию. И это очень сильный механизм. И обратите на это внимание и начните его задействовать. То есть запускайте этот механизм, он будет работать на вас уникальным способом. Пройдет пару месяцев, вы поймете, что результат, если кто-то сказал заранее, вы бы не поверили. Но тут факт перед фактом, как говорится. И все видно. Поэтому я сегодня предлагаю рассчитать и посмотреть активность. Если мы смотрим конкретный пример по количеству людей на разных уровнях, то мы видим тенденцию, что первые уровни работают активнее, чем глубина. И о чем это говорит? Это говорит о том, что мы активнее работаем с первым, вторым уровнем. У нас более теплые контакты, более тесное общение. Мы друг друга лучше знаем, чаще общаемся, передаем информацию, даем друг другу мотивацию, поддержку. И происходит, то есть складывается все обстоятельства так, чтобы у нас был результат. Но если мы чуть-чуть расслабляемся, то мы видим, что в глубину уходит развитие, но оно уходит медленнее. И смотрите, что показывает этот расчет. 18 людей на первом уровне. Кому-то это кажется много, кому-то это кажется очень мало. Мы все очень разные. Я еще раз делаю акцент. Давайте рассматривать, что это средний показатель. и не является хорошим или плохим. Просто мы берем цифры и разбираем, что делать с цифрами. Если у вас вместо 18 8 или у вас 180, то все равно сам механизм работает именно так же. Поэтому вы можете сейчас рассматривать свои цифры и делать математически все то же самое. Но пойдем по этому примеру. Так как второй уровень нам говорит о том, что здесь 160 партнеров или людей регистрации, то есть это уже проплаченные регистрации, не важно партнер или инвестор, 160 людей активных проинвестирующих, то математика говорит о том, что первая линия, люди на первой линии в среднем привлекают 9 человек каждый. То есть каждый из 18, видите, рядышком я ставлю цифру 9, если 18 человек, каждый привлекает новых 9, то получаем близко сумму 160. Цифры приблизительные. Реальная структура и реальный приблизительный коэффициент. Кому-то это опять кажется много, но факт показывает, что это реально, люди это делают, значит, у людей это получается, и это нормальный такой пример, который можно использовать. Но что происходит дальше? 160 человек делится информацией, но уже не настолько активно, потому что на третьем уровне у нас меньше людей, вроде больше, 600 человек на третьем уровне, это большая команда, но из чего она складывается? Если 160 человек, каждый приглашает новых 4. Видите, первая линия, каждый приглашал новых 9. Вторая линия, каждый приглашает новых 4. И у нас получается команда на третьем уровне 600 человек. Если смотреть команду на четвертом, то мы видим, что третий уровень, каждый приглашает по 2 новых человека. И дальше вы логику поняли, на четвертом уровне цифра уникальна, 1165 человек на четвертом уровне, но каждый занимается чем? Привлекает примерно только одного человека нового. Да, то есть получается та же цифра, практически та же цифра. И если уйти глубже, на шестом уровне, уже почти только по, в среднем по полчеловека, то есть каждый второй только занимается привлечением новых людей. Спасибо, Сергей, за обратную связь. У вас 447 человек на первой линии. Вы в чем-то уникальны. Здесь я не могу сказать, что это средняя цифра. Это у вас очень высокая цифра. И не всем это удается, но те, которые стремятся к таким результатам, шикарно. Делайте расчет по вашей ситуации. 447 человек на первой линии. Задайте, как говорится, посмотрите, сколько у вас на второй, но если идти по моему примеру, то считайте, сколько должно быть на втором уровне. То есть сам принцип, куда я вас веду сегодня. Поэтому я сразу вначале сказал, что 18 для кого-то это много, потому что есть очень много партнеров, которые работают с тремя, с четырьмя, максимум с пяти людьми на первой линии, и дальше никак не продвинутся. У нас есть специальный еще плюс, который сегодня не напомнила. Это дополнительный процент дохода, если у вас больше пяти, больше десяти или больше двадцати инвестиций каждый месяц. Вот если у вас первая линия 18 человек, то вы можете уже планировать дополнительно этот доход. Но у вас, Сергей, конечно, он уже сам по себе наверняка получается всегда этот максимальный процент по доходу по первой линии. Но идем дальше. Что делает эти ваши 447 и в нашем примере 18 человек? И как это развивается в глубину? И смотрите, я вам стараюсь показать, что динамика какая? Чем мы развиваем структуру глубже, у нас вроде больше людей на том уровне, но эти люди менее активны, менее активны. И развитие замедляется. Смотрите, пятый, шестой уровень уже не успевают. Они только каждый второй приглашают по человеку. И у нас с седьмого и с восьмого уровня количество партнеров на уровне начинает не развиваться или стабилизироваться, начинает уменьшаться. И здесь из-за этого делаем очень серьезный вывод. Необходима тесная работа как с теплым рынком, больше личных контактов или по скайпу, или в живом, смотря где вы находитесь, как это принято и как это возможно. Но очень необходимо работать с глубиной. И здесь я показываю пример, что давайте, если говорить про дубликацию, это не значит, что я пригласил двух и на этом все завершилось. Я приглашаю сколько я могу, я учу их делать то же самое, но я помогаю им и еще достаточно далеко. И вообще сам процесс дубликации, он подтверждается только, если у вас развитие идет на четвертом уровне. и поэтому, как минимум, мы работаем с четырьмя уровнями, но сегодня я вас приглашаю действовать дальше. Я предлагаю эту модель перенести на глубину. Если вы могли справиться на первом, втором уровне, то можно теперь такую же работу проделать с людьми на третьем, четвертом и пятом уровне. Вот сегодняшняя задача, следующая или пункт, который рекомендую записать, как возможность позитивного развития, дополнительных доходов, успешного увеличения личного портфеля и всех-всех плюсов компании, это просмотреть, как я могу выйти на контакт, его делать более теплым и промотивировать и сделать более эффективным именно на третьем, четвертом и пятом уровне. Одна из рекомендаций это открыть свою статистику, сделать список, выбрать этих людей найти методику, или это звонок по телефону, или это письмо на электронную почту, или это приглашение на ваш личный вебинар, где вы хотите всем за одно время пояснить свою позицию, свое видение и дать свою поддержку, или пригласить на личную встречу, проработать с этими людьми. Если у вас... Это большая работа, если смотреть по этому примеру, третий уровень 600 человек, если проделать эту работу и даже из этих 600 хотя бы вывести список, которые где-то проявили какую-то живую позицию, какую-то активность, вывести этот список и выйти лично с ними на контакт и начинать с ним работу в таком плане, чтобы показывать плюс акционного бонуса, плюс перехода на лидерскую позицию, дополнительный доход за проделанные 5 или 10 инвестиций на первой линии и так далее, показывая все плюсы, плюс рассказывая новости в компании, давая информацию и то, что необходимо клиенту о проекте, то есть когда вы в личном контакте, вы понимаете, чего ему достаточно, чего не хватает и попробовать проактивизировать ту систему, которая у вас сработала, у вас лично сработала на первом, втором, третьем уровне, вот эту всю систему перенести теперь на третий, четвертый, пятый, желательно, ну и можно на шестой. Не будем идеалистами, стопроцентно ничего не получается, но если держать этот принцип в голове, если сделать выгрузку из своей личной статистики некоторые отметки и стратегию, как вы это будете делать, даже если у вас не удастся на 50%, но удастся на 30, 25 или даже 15% сделать работу, проработать с этими людьми, у вас рост структуры будет уникальным. Без личной инвестиции невозможно. Да, все справильно. И вот я вам показываю просто результат людей, даже если у вас 5 человек, 4 человека, не важно, или 400, как пишет нам Александр, то не важно. Вы прорабатываете процентуально, это даст вам результат. Но если мы смотрим сегодня по примеру, то на третьем уровне, если мы этих 600 человек умножим не на 2 новых приглашенных, а каждого промотивируем на новые регистрации, на новые, вы можете идти по системе рекомендаций, вы можете идти по системе давай вместе с твоими друзьями, знакомыми поработаем. Чего я вам бы рекомендовала, есть 2 метода, как работать, вы можете это делать индивидуально, это даст результат, но намного лучше и правильнее, если вы это будете делать с высшим спонсором совместно. И выберите несколько людей, с которым вы можете на какое-то короткое время создать так называемый рабочий тандем, рабочую пару, в которой идти и прорабатывать этих партнеров для привлечения новых людей. и я вам даю статистику, что привлекаем по 9 человек, но это могут быть и 3 человек, это могут быть 5 человек, это ваш выбор. да, не надо спорить про количество бонусов, бонусов хватает, потому что такие люди, если есть такое количество, приходит и такое количество объемов. почему мы говорим про этот объем, про развитие структуры и привлечения новых людей, потому что у нас есть стратегический план, куда мы идем. Если вы участвовали в предыдущих встречах, то вы знаете, что у нас есть план и 5 миллионов ежемесячных привлеченных средств, и мы к концу года идем к более серьезной цели. В данный момент у нас лидеры поставили общую цель 10 миллионов инвестиций, притоки инвестиций, к концу года 20 миллионов. Для реализации таких целей нельзя сидеть с двумя подругами или друзьями в проекте и ожидать, что произойдет. Мы сегодня собрались как партнеры, то есть, во-первых, мы партнеры, значит, мы здесь участвуем и прикладываем свою энергию и активность, а во-вторых, мы все являемся акционерами и, значит, совладельцами, соучастниками проекта. И в этом мы готовы не только в дальнейшем в прибыли делиться в проекте, мы сегодня должны делиться ответственностями. И наша ответственность, как быстро, за какой период мы сможем проинвестировать все те работы, которые нужно провести в экопарке. Мы начали с того, что мы очень скоро там встречаемся. Для нашей встречи еще очень длинный список задач, которые нужно выполнить. Выполнить их можно, обязательно вкладывая в это инвестиции, то есть средства. А средства приходят за счет инвестиций. Инвестиции приходят за счет людей, так как у нас народное финансирование, а люди приходят за счет того, насколько активно мы развиваем свои структуры. Везде есть логика. И не надо думать, на что хватит, на что не хватит. Везде есть математика, алгоритм и определенный процент, который выделяется как на содержании структуры и системы, так и на развитии проекта. И это все работает. Поэтому цифры сегодня для кого-то большие, для кого-то нереальные, но логика, схема правильная. И если чуть-чуть над этой схемой поработать, то результат будет удивительным. Моя рекомендация просто взять этот сам принцип. То есть по своей структуре понять, насколько вы активно поработали для развития второго, третьего уровня. И теперь ту же логику и ту же систему перенести на третий, четвертый, пятый уровень. Третий, четвертый, пятый по расчету. Дальше даже не иду. Хотя у нас система оплачивает 24 уровня. И почему бы не пойти по системе? И потом на 11-й, 15-й уровень, потом на 19-й, 21-й уровень. Вы поймите, кто работает по развитию, и этот алгоритм везде можете использовать. Сегодня я вам его даю для того, чтобы не пропустить выгоду девятого этапа. Все обозначено на девятом этапе. Он не вечный, мы это знаем. И предложения в нем очень шикарные. И нужно их рассматривать. Так, буду потом читать вопрос и отвечать, но до этого хочу еще вам дать совершенно новую информацию о том, что мы еще дополнительно готовим один инструмент для вас, для того, чтобы успешно идти и получать все то, что можно получить. И таким образом привлечь дополнительные инвестиции и дать возможность развиваться более успешно и эффективно самому проекту. Это два дополнительных бонуса по выгодным инвестициям, по хорошим программам. То есть у нас очень скоро, на следующей неделе, очевидно, появится специальное предложение с экстра-бонусом на программу инвестиций 5000 долларов. Это одна из программ. То есть на сегодня вы видите снимок с экрана. У нас 5000 программа с дисконтом 140 дает 700 тысяч акций в портфеле. Экстра-бонус в объеме 125 тысяч акций поднимет дисконт на 165 в этой программе. И в результате основа пакета 700 тысяч, бонус 125 тысяч и в целом 5000 на инвестиции даст результат 825 тысяч акций. Очень хороший результат именно перед эко-фестивалем. В этом промежутке, когда мы уже начинаем по всяким, как говорится, готовиться к переходу к следующему этапу, это очень хорошее предложение и как новый инструмент. Даст вам хороший объем в структуре, поможет вам подтвердить свой личный статус, сделать свой личный объем, повышая статус, увеличить доход по акционному счету и перед переходом на 10 этап успеете очень выгодно конвертировать все свои акционные бонусы. Второе предложение. Второе предложение. Это та же программа, только та, которая предлагается в рассрочку на 10 месяцев, то есть 500-долларовая программа. Думаю, что это шикарная возможность именно со следующей недели, когда программа будет выставлена в кабинете. То есть я сегодня вам говорю заранее, информацию, которая обрабатывается и вводится только на следующей неделе, так как сейчас конец недели, то важно уже знать, с чем будем работать. И тут, я думаю, инструмент для каждого рабочего дня. 500-долларовая программа, 500-долларовые инвестиции в 10 месяцев подряд. На сегодняшний день основная программа это 675 тысяч акций по дисконт 135. Бонус добавляется 125 тысяч акций. Это увеличит общий дисконт на этой программе. И в целом основной пакет плюс бонусный пакет даст возможность при этой инвестиции создать портфель на 800 тысяч. Я думаю, что это очень хорошая возможность тем, которые приходят сегодня в проект. Это очень хорошие шаги, как за короткое время, то есть максимум за 10 месяцев создать портфель, который уже очень близок к миллиону акций. Там уже небольшой шаг и будет миллион акций. Ну, ждите появления новых этих двух пакетов. Это тоже как результат успешных встреч и результатов по Индии, успешного продвижения вперед и дополнительный инструмент для красивого завершения девятого этапа. То есть девятый этап, кроме всех уже нами выше названных плюсов, даст нам еще две дополнительные программы, как наш дополнительный инструмент рабочий. Ну, я вам рекомендую пользоваться этим. И это нас привезет успешно к мероприятию. Я думаю, что все будут удивлены всем тем, что планируется и, как говорится, кроме планов будет и сюрпризы, что будет показано на экофестивале. Поэтому компании готовятся очень серьезно. Я рекомендую нам, как партнерам, тоже подготовиться очень серьезно. Так, вернусь к вашим вопросам. Хорошо. 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 смотрите по вашему вопросу если мы работаем с людьми которые с нами знакомы и наверное легче это проконтролировать ситуация такая есть но это вопрос я отвечу так александр это не потому что ваша ссылка не срабатывает это потому что люди получив от незнакомого человека или по рекламе либо как говорится это работа с холодным рынком получает реферальную ссылку не всегда они пользуются этой ссылкой они кроме этого начинают искать другую информацию в интернете и читают смотрит ролики и в тот момент когда они созревают где они находятся на что они кликают там они регистрируются и этим получается что часто они проводят регистрации не по вашей реферальной ссылке а по другой любой ссылке которая до ведет компании если люди зарегистрированы как и вы можете проконтролировать кто провел регистрацию это всегда можно менять но в целом сменить систему что регистрации не идут в компании идут только по реферальным ссылкам мы не можем здесь нужно искать другой механизм как с этим справиться те которые строят структуре по теплому рынку на 99 процентов не не хочу сказать сто потому что бывают всякие ситуации ошибки но на 99 процентов ситуации нет регистрации идут именно так как они запланированы ну так если у вас был разговор с кудряшом то вы же уже получили самые прям прямые ответы то что вы предлагаете снять регистрации под компанией такое решение на данный момент наверное не актуально и не будет нужно искать другой метод как проконтролировать регистрацию у меня другой вопрос если вы работаете с холодным рынком если у вас такое большое количество регистрации на сколько у вас процентуально насколько у вас регистрации и процентуально инвестиции и также рекомендую просмотреть какие вы реферальные ссылки используете я конечно еще раз этот вопрос донесу чтобы не было так что вы задаете он тут и остается я про этот вопрос проинформирую но я поняла что у вас уже был личная встреча я думаю что вы имеете но переговор что вы имеете определенный ответ сергей если можете если у вас есть данные поделитесь процентуальным соотношением четыреста сорок семь человек на первом уровне сколько из них проделали инвестиции тихо Угу. Хорошие цифры пишите. Нужно откройте в личном кабинете. Откройте все-таки раздел «План вознаграждений» и все-таки просмотрите еще раз условия, которые нужно выполнить для статусов. При таких оборотах нужно вести развитие в своей системе правильно и нужно выполнить три условия для подтверждения статуса. Да, и если вопрос про промоушен, спасибо, Татьяна, за вопрос дополнительный. Конечно, все условия в кабинете расписаны. Еще раз внимательно читаем и смотрим промоушен, конечно, только на определенный период с датой начала и с датой завершений. Потому что люди, которые три с половиной года в проекте, там совершенно другие уже объемы. То есть мы не считаем с первого дня, как человек пришел на конкретное мероприятие, конкретная акция и получение специальных бонусов по объемам, которые делаются именно на этот конкурс, на это специальное предложение. И оно с датами, с периодом, с началом и завершением периода, который участвует на конкурсе. Да, я ответила вам. Так, ну, Александр, у вас личная действительно ситуация, да? Мы не будем задерживать всех. В целом я вам ответила. Честно, если смотреть, то нужно разбираться по конкретной ситуации. Оборот хороший, все в порядке. Работать можно и нужно работать, и надо смотреть плюсы в работе, не только минусы. И есть какие-то ситуации, которые можно решать, и есть, которые не решаются. Есть и такой момент, и это тоже нужно принять. Да, время нужно. Да, и про билеты, про эко-фестиваль. Мы сейчас еще раз к нему вернулись, да? Да, действительно, это два разных билета, два разных входа. Притом на второй день есть еще по вашему выбору возможность оплачивать только конференцию или еще и особенный закрытый ужин. Хочу вас предупредить, коллеги, очень мало мест осталось на конференцию, и также будет заранее закрыта регистрация и на конференцию второго числа, и на мероприятии первого числа. Поймите правильно, мероприятие не безразмерное. Сегодня дату не могу назвать, но сам принцип должен быть понятным. Мероприятия будут закрываться заранее, регистрации на них. И на данный момент уже мест очень-очень мало. Сергей, я зафиксировала вашу информацию, отдельно еще просмотрим. Дайте, пожалуйста, еще в чате вашу электронную почту, по которой регистрирован ваш кабинет. Тогда этот вопрос полностью можно еще посмотреть. Ну что, коллеги, мы час поработали. Сегодняшняя встреча была для рабочих моментов. Да, спасибо, Сергей. Хочу напомнить, заканчивается неделя. Следующий начнется и с тем, что у нас и новый инструмент появится. И вообще готовимся, да, готовимся ко всему. Готовимся к успешному закрытию месяца, то есть середина месяца. Это говорит о том, что нужно думать, что мы успеем делать до конца мая. Готовимся к нашим общим целям и результатам, к экофестивалю. И готовимся к переходу на следующий этап. И все это учитывая, просто используем все инструменты и работаем дальше. Работаем и смотрим, где у нас плюсы, чтобы использовать эти плюсы. Но не забываем, у нас впереди прекрасные дни. Во многих странах мира на это воскресенье отмечают как День матери. Я вам просто хотела напомнить, что мамы всегда остаются мамами, и мы всегда остаемся детьми. И мы всегда в двух позициях и мамами, и детьми являемся. И те, которые тут, и папы, и мужчины. Не забудьте про этот день. Кроме работы, мы должны всегда быть в контакте с людьми. Не забываем, что мы друг друга любим. Мы только в хороших отношениях. У нас все успешно в своих личных жизнях и в планах развивается. Поэтому наслаждайтесь и этим прекрасным праздником. И не забудьте, может быть, делать лишний телефонный звонок. Или прийти с цветочками. Или просто сказать каких-то пару хороших слов. Поэтому всем хорошего, прекрасного настроения на выходных. Сделайте какие-то свои планы. Обдумайте свои действия. Воспользуйтесь всеми нашими дополнительными экстра моментами. И развиваем свой бизнес внутри большого проекта мирового масштаба. Всем-всем хорошего и успешного закрытия этой недели. И хорошего настроения. И рабочие моменты продолжаем решать. И смотрим на все позитивно. Развиваемся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok